Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, густуды Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Первое тепло. На объектах социальной сферы Гомельской области начали включать оттепление. Братьба за иммунитет. Сегодня у Беларуси почалась массовая вакцинация супрать гриппу. Минулая эпоха. У Гомеля открылась выстава артефакта у часов Советского Союза. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Односины помеж теплозабеспечальными организациями и населенством повинны быть цивилизованными. Для гэтага Бакам необходимо заключить договоры на казанне послуг. В областном центре, например, их наноу работать не треба, бо спожилцы расплочиваются напрямую с Гомеля-Нерха. А в остальных городах и населенных пунктах разлики насильництва с энергетиками ведутся прозорганизацией жилево-коммунальной господарки. Усягопа в области засталось заключить 30 тысяч договоров. У вынику повинна отриматься свыше 140 тысяч. Специалисты закликают с улазников, якие гэтага ясче не зарабили, поспешаться. Основной причиной того, что эта работа немножко затянулась, является то, что не все жильцы проживают в настоящее время в своих квартирах. Приходится их разыскивать и каким-то образом заключать эти договоры. Для того, чтобы уточнить необходимое заключение таких договоров, жильцам необходимо обратиться в свою жилищно-эксплуатационную организацию. А тем часом на объектах социальной сферы Гомельской области почали уключать отяпление. Первыми тепло отримливают детячие садки, школы, медустановы, лечебно-профилактичные, установы социального забеспечения и другие. Решение об необходимости уключения отяпления в жильевом фонде принимается после мониторинга температурного режима. Сгодно с нормативом тепло у квартиры подается, коли середнесуточная температура вонкового поветра на протягу 5 дней, не превышая 8 градусов тепла. По прогнозам синоптика в Жихарам Гомельской области тепло у домах придется подчекать. Завтра ранится и температура поветра до плюс 8, днем до плюс 17. Переважно без опадков, дожди пройдут только в некоторых районах. У сираду чекается ветраная надворья. На протягу дня – короткочасовые дожди. Крыху похолодая. Максимально слупок термометра узнимется до 13 градусов тепла. У остатние дни истотных измен не прогнозуется. Сегодня в Беларуси началась массовая вакцинация супрать гриппу. У планах прищепить не меньше, как 40% насильництва краины. Компания завершится первого снежня. Для прищепок на бесплатной основе выкористовывается вакцина российской вытворчасти «Гриппол плюс». Платно прищепиться супрать гриппу можно и вакцинами инших вытворцев. Усе они дозволены для выкористания в Беларуси. По водле прогнозу Национального центра по гриппе и инших острых респираторных захворваньев, все лето чекается средний узровень эпидемиологичной активности вируса в гриппу. Прищепиться у першого чаргу рекомендуется наибольшу разливым группам насильництва – детям, тяжарным жанчинам, людям старейшим за 65 годов, с хроничными захворваниями сердца, сосудов, эндокринной системы. Супрать показаниям минимум – аллергия, альбо вострый перед якохо-небудь захворвания. В минулом году супрать гриппу в нашей краине вакцинировали 40,5% насильництва. Сегодня Международный день пожилых людей. Сгодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ее назначается с 1991 года. Зараз в Гомельской области проживает 334,5 тысяч пожилых людей – тех, кто достигнув 60-ти годового взрослого. Это около 23% насильництва региона. С нагода Международного дня пожилых людей депутаты Гомельского областного совета наведали дом-интернат Васильевка для ветеранов войны, працы и инвалидов. В установе побывали и наши корреспонденты. Неколи тут был санаторий Васильевка, а Леопошня 12-х годов – дом-интернат для ветеранов войны, працы и инвалидов. Некто знаходится тут относно непротягливый час. Для некого эта установа стала литерально другим домом. Правда, у одрознений отзвычайного жилья тут и медицинская допомога оказывается, и культурно-массовая работа проводится, и при необходимости социально-працованная реабилитация. Петр и Наталья Мехдаленок у Васильевцы уже омаль три с половой годы. У свой час муж служил на военном корабле, женка чакала на березе. Теперь они постоянно разом, тому есть час и в шашке сыграть, и в контакте со шматликими сябрами сустреться. Семья Мехдаленок с поспехом освоила интернет. А рассказы о том, как нам здесь жить, они все в восторге. Из Барнаула женщина, знакомая, хорошая, она пишет, что мы были в подобных интернатах у них в России, но таких вот условий они нигде не видят. Я в основном, это военные, Севастополь. Есть такая группа Краснокавказа, это корабль, на которой я служил. Там очень много фотографий, очень много сообщений. Первого кострышника в доме-интернате Васильевка – святочный день. Со 140 человек, амаль 90, могут отнестись обе до категории пожилых. Центральная паде – концерт с уделами особой мастерской самодеятельности и солистов военного ансамбля пограничной группы. С этой нагоды навык под вечерок ранее зарабили. Правда, только продугледженным меню проживающие сегодня не обмежавалися. Вся рода гостей – депутаты областного совета, пограничники и представники областной организации белорусского «Червоного крыжа». И все с подарунками. И отношение к ним совсем такое трепетное, очень теплое должно быть. И мы сегодня хотели приехать и порадовать их хоть чем-то. Волонтеры поухаживают за ними. Мы, как депутаты, подарим сладкие подарочки, сувениры им. Ну, а они своими силами продемонстрируют концерт нам. Олег Синтеров, Евгений Кухаронак, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем тему. С нагоды Дня пожилых людей, организации и предприемств Гомельской области сегодня проводили святочные мероприемства и доброчинные акции. Так, областное объединение профсоюзов запросило в гости 27 пожилых людей, былых супрацовников профсоюзных объединений и ветеранов, которые находятся на профсоюзном обслуговании. Сустреча прошла под названием «День добра, поваги и удячности». Пожилым людям рассказали про сучасную деятельность объединения профсоюзов в достижениях и планах. Все запрошенные гости отримали от организаторов продуктовые наборы и сертификаты на покупки. «Я ушла на пенсию в 1987 году. Проработала в областном совете профсоюзов 15 лет. Работала, можно сказать, во многих отделах. Видите, как уже давно я нахожусь на пенсии, но я благодарна руководству областного совета профсоюзов, что они нас не забывают». «Мы ценим их труд, их личный вклад в развитие профсоюзного движения, в те направления, над которыми они работали. Я, наверное, хочу сказать, что мы молодое поколение, и все специалисты, которые работают сегодня, благодарны. Мы продолжили все направления, мы немножко их проводим сейчас в другом формате. Все мероприятия, которые проводились, культурно-массовые, спортивные, но они сегодня также проходят в городе Гомеле и в Гомельском областном объединении профсоюзов». А про чатаго активисты областного объединения профсоюзов и волонтеры традиционно с подарунками наведали дом-интернат для состарылых инвалидов Шубина в Ветковском районе. Гостей сострекали и в картинной галереи Гаурила Вашченки. Больше 20 былых супрацовников городского выканавчего комитета проймали там веншование от кировництва Гомеля. Старейшее поколение подяковали за их укладу в развитие города, а так само за то, что они делятся своим неоценным опытом с молоддьем. «Мы всегда с нетерпением ждем этих встреч, с радостью встречаем наших бывших коллег, которые по-прежнему остаются небезучастными к судьбе и к жизни нашего города, с удовольствием интересуются происходящими событиями, а порой помогают нам добрыми, хорошими советами с учетом замечательного большого опыта, который накоплен у каждого из них». Комитет державного контроля Гомельской области проводит черговую телефонную линию. Третьего костричника жихары региона смогут звернуться по пытанне наведения парадку на сельско-господарчих вытворчих объектах. Специалисты уважливо проанализуют кожный зворот, после чего будут пропонованы певные решения. Звернуться на горячую линию можно по телефоне 23-83-72. Час працы с 12 до 13 годин. Годинники, телеприемники, гроши и флаконы для духов. В Гомельском областном музее военной славы открылась выстава артефактов часов Советского Союза. Из экспозиции ознайомился Олег Синцеров. Для членов Международного Союза коллекционеров Валерия Гримашевича это 17-та персональная выстава. На этот раз экспозиция присвечена 100 годин утворению БССР. На стендах артефакты, документы, фотосдымки часов Советского Союза. Валерий Гримашевич каже, что в углу выставу можно было зарабить еще больше масштабный. Але по мере выставочные залы не дозволяюць. Хоть и так тут есть на что поглядеть. Вот эта комбинованная радует телевизионная установка «Беларусь-5» выпускалась с 1959 года. Могла принимать сразу 12 телевизионных каналов. Причем у комплекта выходил пульт дистанционного кирования. Правда, каштавала такая установка не та на 384 рубли. Это 4 зарплаты выпускника высшейшей научальной установы. За робком и в углу грошам в разные периоды основания Советского Союза на этой выставе особливая увага. Зараз навод простонки старейшего поколения не за всюды памятуюсь, что за советский рубль можно было набыть 33 шканки лимонада с сиропом, 5 разов наведать мужчинскую церунью, и 20 разов проехать у троллейбусе. А ось эти банкноты в 1919 году в Советской России надруковали на шестимовых у темблюку китайской, английской, арабской, немецкой, французской. Тады мары ляпсосветной революции и спадевалися, что такие гроши станут сусветной валютой. Хоть треба констатовать, у Советском Союзе не только бы давали великие планы, а ли вырабляли товары, запотребованные у темблюку на внешних рынках. Что касается качества всей фототехники, которая даже представлена здесь в экспозиции, эта техника поступала на экспорт в на тот момент капиталистические страны. То есть США тоже знала, что такое фотоаппарат «Зенит». Кремль, пиковая дама, огни Москвы и червоная Москва неколи гэтая духи были вельми популярны у советских жанчин. Причем кожная наймене продавалась у оригинальных флаконах. Особная увага, годинникам их на выставе не один десяток. По словах автора и коллекционера Валерия Грымашевича, гэта не выпадковость. Годинники – гэта час, який необходно ценить. У речте и вся выстава, як своясабливая машина часу, якая будет працавать до 11 листопада. Мы выставку старались представить так, чтобы вызвать чувство ностальгии у людей, чтобы они как бы машину и времени перенеслись в то пространство. Потому что все-таки Советский Союз заставил след нашей душе такого прекрасного чего-то. У людей было чувство такой уверенности во всем и обеспеченности, получали бесплатно квартиры. И все-таки страна была мощная страна. Олег Синтеров, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель». У Гомельским Державным профессийно-техничным колледжем остатских промыслов открыли новую выставочную залу – краму «Майстров». У ее можно не только поглядеть на работы навученцев, але и набыть их. Разом с крамой «Майстров» у колледжи стало семь выставочных залов. Шесть размещены в самой установе адукации и трапить у их можно только изнутри. Зараз, как непросто познаемиться с работами навученцев колледжа, але и набыть их, достатково завитать у краму «Майстров», дверы, якой выходят на улицу. А поглядеть тут есть на что – от мэбли и оденья до кухонных дробязев и у прихожеванев. И все только ручной работы и самой высокой якости. Гэтая речь изноидут в себе место в интерьеры сучасные квартиры, офисы, рестораны, т.к.ф. Этот зал мы расположили экстерьерно для того, чтобы наши жители города и гости могли в свободном режиме прийти сюда посмотреть нашу продукцию, которую выпускаем мы в условиях наших учебно-производствах и, возможно, приобрести, но одновременно порадоваться с нами, что мы сохраняем и поддерживаем наши народные промыслы. Уникальная инициатива. У Гомеля отбылася пятая областная спартакеяда сирода организационных структур областной организации громадского объединения «Белая Русь». У делу с поборництвах приняли шесть команд. На протягу двух дней они разыграли у знака роды в большем десяти дисциплинах, причем не только спортивных, а и творчих. Первый с поборницкий день проходил у спорткомплексе «Белдута». Перетягивание каната, плавание, настольный теннис, дартс, скачки в должню и конкурс капитанов. На наступный день команды отправились в оздоровленный лагерь под Гомелем, где прошел турнир по пляжным волейболе с поборництвы по стрельбе, кидань неваленка и комбинованная эстафета. В громадском объединении «Белая Русь» спартакеяду, как форму отпочинку и умоцывание корпоративного духу практикует только Гомельская областная организация. Команда готовилась серьезно. Мы приехали побеждать. Все, конечно, бывает, но мы будем сильнейшие. Эта инициатива уникальна. Она уже пятый год длится. Я думаю, что будет продолжаться и далее. Это единственная область, которая на сегодняшний день эту традицию, в общем-то, не просто поддерживает, а с каждым годом делает ее более такой объемной, более осмысленной. Пераможцы пятой ювелейной спартакеяды стала команда организации Чигуночного района Гомеля. На другом месте – Новобелевский район Гомеля. На третьем – Гомельская районная организация. ГТА, так само, и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфиры де-факто спортивные огляды. Я с вами разведываюся. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Вы смотрите «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Таможня не дала добро. Монеты 19 века не пополнили частную коллекцию гражданина Украины, который незаконно пытался перевести артефакт через государственную границу. Контрабанда была обнаружена таможенниками у пассажира поезда Санкт-Петербург-Киев, когда состав находился в пункте таможенного оформления Терюха. Мужчина спрятал старинные деньги от контроля, однако, как оказалось, недостаточно надежна. Некоторые монеты изготовлены из сплава драгоценных металлов и представляют собой историко-культурную ценность. Три монеты номиналом в 5 рублей, созданные в конце 19 века в Российской империи, представляют особый интерес. Они изготовлены из сплава на основе золота, на аверсе которых изображен профильный портрет императора Николая II. Средняя рыночная стоимость каждой монеты составляет около 200 долларов США. Гомельская таможня начнет административный процесс по части 1 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Лобовое столкновение в Лелическом районе привело к смерти пассажира автомобиля «Фиат». За рулем машины находилась 25-летняя девушка-водитель, которая из-за неверно выбранной скорости движения потеряла управление над своей машиной и выехала навстречу. В результате столкновения с автофургоном Ивека иномарка получила сильные повреждения. В результате происшествия водителя, также ее пассажир, 70-летняя женщина, были доставлены в больницу, где от полученных травм 70-летняя женщина скончалась. А эта 19-летняя девушка-водитель из-за неправильно выбранной скорости оказалась в кювете. Ее автомобиль стала заносить на трассе и в итоге отбросила за пределы обочины. К счастью водителя, который, к слову, не был пристегнут ремнем безопасности, травмы оказались несмертельными. Девушку госпитализировали. С учетом погодных условий водителям необходимо выбирать безопасные скоростные режимы, а также учитывать дорожное покрытие. Пограничники предупреждают, весь октябрь в Реческом районе будут проводиться стрельбы. Всех, кто планирует посещать район населенных пунктов Якимовка, Чижовка, Борщовка, просят проявить внимание и осторожность. Итак, расписание такое. С 1 по 5 октября стрелять будут с полуночи до 4 утра. В остальные дни, кроме выходных, с 9 до 20.00. Чтобы избежать несчастных случаев, граждан просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.